Вы когда-нибудь видели, чтобы в самом центре Минска собралась толпа футбольных фанатов и начала активно болеть? А добавьте к этому неизвестно откуда взявшихся игроков клуба БАТЭ, заинтригованы? Тогда смотрите! Готовы? Готовы! Невероятный задор в глазах и сумасшедшая энергетика. Шутка ли еще чуть-чуть, и эти фанаты станут свидетелями самого необычного футбольного матча, если не в мире, так в Минске уж точно. Представьте, центр столицы, в котором из ниоткуда появляются самые настоящие ворота, а через некоторое время выходят и сами футболисты. Шоу начинается! Необычности всему действию добавляло еще и то, что на импровизированном поле мяч гоняли игроки футбольного клуба БАТЭ, правда молодого, дублирующего состава. По энергетике, по атмосфере было все хорошо, как будто на тренировке играли. Ну, весело, здорово было, почаще было такое. Но и без футболистов основного состава здесь не обошлось. Корреспондентами столичного телевидения в толпе фанатов были замечены Александр Гутер и Дмитрий Бага, которые с нескрываемым любопытством наблюдали за всем происходящим. Когда вместе, ну, футболисты и болельщики встречаются вместе, скажем так, не только на футбольном стадионе, когда мы играм, они за нами наблюдают, но и когда вот что-то вместе делают. Поэтому, я думаю, это отличный ход, скажем так, для публицизации футбола нашего. Я думаю, что только ни одному мне это понравилось. Это что-то новенькое в нашей стране. Поэтому, я думаю, что принесли радость и прохожим здесь, и кто знал об этом мероприятии. Я думаю, что такие мероприятия надо проводить почаще, чтобы болельщики встречались с футболистом или лицом к лицу. Увидеть своих футбольных кумиров практически на расстоянии вытянутой руки – это ли несчастье для истинного болельщика? Не меньше удовольствия и от участия в таком необычном флешмобе. Когда болельщики и футболисты оказываются вместе, и они не могут друг без друга. Болельщики заинтересованы в очень красивом футболе. Футболистам просто необходимы преданные поклонники. И таким образом люди, которые не могут друг без друга, объединяются вместе. Сегодня было на самом деле потрясающее мероприятие. Я думаю, что все люди, проходящие мимо, действительно заметили и оценили это событие. БТ-чемпион! Ура! Организация все-таки на хорошем уровне, и все получилось. Ну, как видите, народу понравилось. И все же матч есть матч судьей, голами и, конечно же, итоговым счетом. Но, похоже, этому футбольному поединку завершиться с финальным свистком было не суждено. В самый напряженный момент на площадке появилась женщина, в которой угадывалась то ли уборщица, то ли вахтерша кинотеатра, расположенного неподалеку. И если в начале флешмоба игроки на поле появились практически по велению волшебной палочки, элегантные взмахи ее швабры произвели обратный эффект. Ну, а Ксения Гиберш, Антон Червяков и вся команда программы «Утро» студия хорошего настроения до сих пор в недоумении, была ли вахтерша настоящей.